День памяти святой великомученицы Екатерины – особый праздник для города Краснодара, ведь раньше он назывался Екатеринодаром в честь этой великой святой. В день именин города митрополит Екатеринодарский Кубанский Исидор возглавил Божественную Литургию в Екатерининском кафедральном соборе. О престольном торжестве храма и всей столицы Кубани в сюжете наших краснодарских коллег. Живая очередь выстроилась у стен собора святой Екатерины в престольный день. Верующие не только из Краснодара, но и со всей Кубани встречали к праздничной службе кубанского архипастыря митрополита Исидора. Сон духовенства также со всего края прибыл в Краснодар на торжества престольного праздника главного храма кубанской митрополии. К тому же святая Екатерина по праву считается покровительницей Краснодара, города, исконное название которого – Екатеринодар. Владыка-метрополит восклавил Божественную Литургию в сослужении шести архиереев. На праздничную службу, помимо правящих епископов епархии Кубанской митрополии, прибыли архиепископ Элистинский Калмыцкий Юстиниан и епископ Майкопский Адыгейский Тихон. Духовенство, настоятели монастырей края, студенты Екатеринодарской семинарии, верующие, великомученица Екатерина поистине собрала в стенах посвященного ей храма настоящий пир веры. Будничный день не стал препятствием к участию горожан в престольной литургии. Свято-Екатерининский собор любим многими. Эти стены, отреставрированные и благоукрашенные, свидетели нескольких эпох российской и кубанской истории, последних лет Российской империи, революции, Первой и Второй мировых войн, гонений на церковь и Возрождение. В прошлом году собор отмечал свое столетие. Но, безусловно, не только история собора привлекает прихожан. Любят краснодарцы и святую Екатерину, юную деву, ради веры во Христа, претерпевшую мучения и смерть. Символ веры в этот день звучал особенно торжественно. По традиции, после литургии вокруг храма совершили крестный ход с иконами и святынями. Обошли стены собора с молитвой. В пути делали остановки для чтения Евангелия, окропления святой водой. Святые говорили, что крестный ход даже воздух очищает. Затем еще сугубо помолились великомученицы Екатерине. После возглашения многолетия святейшему патриарху и всему духовенству, казачеству и жителям города и края обменялись поздравлениями. Его высокопреосвященство митрополит Екатеринодарский Кубанский Исидор преподнес в дар архиепископу Элистинскому и Калмыцкому Юстиниану писанный образ святой Екатерины.